huawei nova 12s модель 2024 года стоит ну примерно около там 35 тысяч рублей плюс-минус смотря когда вы смотрите это видео есть в трех расцветки хвощи по всему миру это такой вот синенький белый и черный и посмотрите насколько здесь стильно выглядит задняя крышка не побоюсь этого слова круто то есть мне нравится в этом видео будем пристально смотреть на телефон чтобы у вас появилось полностью представление о нем как нам заявляет huawei он тонкий могу подтвердить здесь вообще толщина вот который заявляется 6 8 миллиметра при том что у нас аккумулятор ребят внутри как бы не самый маленький тоже 4500 миллиампер час быстрая зарядка здесь поддерживается есть даже какая-никакая влагозащита металлическая рамка впереди ну рамки дисплея пожалуйста посмотрите я считаю что они сделаны очень круто при том у нас очень хорошо вписано суда операционная система вот именно значит вот в эти края все очень реально аккуратненько сделано то есть вообще любое приложение какой не возьми все прям реально круто смотреть даже к разблокируем то есть у нас все так сбоку вот реально аккуратно тайм-код сможете найти в описании где будет все у нас про корпус про производительность и так далее а я вам хочу сказать что вы на канале зверьё меня зовут илья вот он мой телеграм-канал личный я увлекаюсь велосипедом техникой и вот здесь публикую все может эти своей такой знаешь личной жизни так что welcome сканируйте qr-код ссылка будет в описании если вам понравится это видео поставьте лайк ему пишите в комментариях нравится вам не нравится что по цене по наворотам и так далее то есть есть у вас возникло желание и возможно если вы уже являетесь обладателем то есть может уже спустя полгода как вышел этот телефон вы таким пользуетесь ребят напишите в комментариях как он вам потому что люди кто будут заходить и смотреть про этот телефон узнают от реальных владельцев что с ним вообще хорошо или плохо потому что это скажем так наш обзор это не опыт использования я с телефоном провел пару дней пофотографировал вообще с него пообщался понял какой он что он и готов вам рассказать начинаем основные фишки сразу это до толщина аккумулятор 4500 миллиампер час 66 ватт зарядка в комплекте идет стереодинамики один снизу один сверху металлическая рамка дисплей оледовский 120 герц очень хороший кайфовый 6 и 7 дюйма но по мне так минимальные рамки фронтальная камера на 60 мегапикселей это круто есть вариант еще на фронталке сделать широкий угол вот основная камера у нас здесь максимально 50 мегапикселей такой high-res есть ультравайт камера макросъемка есть 4k видео 3 кадра секунду снимает довольно таки легкие 168 грамм snapdragon 778g 6 на метровый сканер опечатка пальца под дисплеем у нас здесь будет оптически спрятаны есть и на все такие фишки закончились а теперь давайте смотреть но по меру сначала на корпус когда держишь телефон в руке он реально легкий 168 грамм то есть ребят 6 7 дюйма тонюсенький реально даже вот просто удобно то сейчас есть всевозможные там значит толстый телефон и так далее он тоненький подтверждаю очень приятно ощущается вот это вот металлическая рамка она немножко наш так закруглением но нельзя назвать то есть здесь экран не водопадом классно в клавишу включения смотрите строили такое акцент красный регулировка громкости здесь у нас микрофон динамик с другой стороны ничего нету а снизу слот под две sim-карты но соответственно карт памяти у нас не поддерживается версия камеры есть на 256 гигабайт этого телефона usb кстати 20 медленный будет здесь еще один динамик и микрофон все сзади интересный рисунок не знаю будете вы таскать чехла или нет но рисунок зачетный мне нравится светодиодная вспышка двойная по поводу материала вот этого сзади я не берусь сказать что это стекло или пластмасса это ребят если что напишу в комментариях потому что по первым ощущением ну такое ощущение что пластмасса должна быть по факту не знаю впереди понятное дело стекло изначально с пленочка будет наклеенный про рамки уже сказал что они довольно таки минимальные и переходим к дисплею дисплеем шикарнейшие здесь у нас можно включить в апперсон с теми хлавы и ему и 14 режим электронной книжки где у нас все будет черно-белое но кто-то не пользуется крутая тема по поводу дисплея довольно таки яркий оледовский 120 герц красавчик есть и постоянное отображение но если режим авто выключаем темный режим можно включить то есть у нас такое инверсия будет ну кому как кто любит кто не любит я вот люблю учет светлом пользоваться есть режим защиты зрения также можно включить весь день и здесь настроить к меру чтобы синий цвет вообще убрать вот такую сделать но когда там ночью читаете или сидеть в телефоне очень дельная тема давайте сделаем вот так вот что-то на среднее и вот здесь за счет зрения давайте пока выключим размер изображения спящий экран и здесь у нас постоянно отображение то есть как его овесом дисплей называется двумя слоями называют всевозможные заставки выбираете в течение дня будут работать можно это выключить ну и я люблю когда вот отображается информация приходит уведомление и все это делал так вот круто поводу экрана еще расскажу что кайфово все прям вообще передает мне нравится очень динамики по звуку объемные ну что могу сказать не пищащие не супер мега там басовые обычной динамики но классно что это стерео динамики что их два для игр для просмотра контента так далее это то есть как мужской полное погружение это круто камера фронтальная у нас просто здесь вот таким как за точкой до сделано но на полный экран так мало кто смотреть обычно смотрит вот так вот вот так вот будет выглядеть у вас что-то на экране кайфовый не особо отсвечивает прям хорош ну по экрану здесь это реально топ жир потому что олес 120 герц соусом дисплее как бы все вопрос закрыт экран хорош по звуку тоже хорош основной здесь конечно упор сделан еще на камеры и здесь у нас давайте вот пробежимся таким образом есть режим диафрагма в котором мы можем ну понятно что не по живому там а электронно замыливать задний фон есть режим ночь с выдержкой при этом есть режим ночь на фронтальную камеру на основной он ведь сразу в зуме можно сделать режим портрета замыливаем заднего фона есть эффект сердечки спираль изначально предустановлены режим украшения который будет вложить там вашу кожу высветлять и так далее здесь у нас можно сразу на 1 2 3 и соответственно максимально а ну на 3 максимально можно сделать режим портрета на фронтальную камеру у нас идет еще 08 и еще white то есть реально довольно таки широко все те же самые эффекты можно будет применить режим фото здесь мы можем сделать в живые фото как всегда можно включить выключить есть режим и ой ну давайте лучше включим потому что автоматически будет улучшать фотографии есть широкоугольная камера на 8 мегапикселей обычная где можно включить high-res но это в другом режиме включается здесь у вас обычно будет здесь у нас можно перейти в и ой лэнс до во время использования давай умное сканирование тут давай все я понял уже то есть и здесь мы можем qr-коды сканировать к примеру фронтальная камера у нас на максимальный high-res 60 мегапикселей также идет но это все включается тоже отдельно ребят то есть если вот так вот заходите в мирового фото у вас это не 50 не 60 мегапикселей вот имейте ввиду режим видео 4к 30 кадров в секунду максимально можно снимать соответственно если мы спускаемся то full hd у нас 60 fps и дальше что у нас там 720 в 60 fps может записывать ну вот максимально 4к 30 на все камеры если мы начинаем снимать это самая тоже важная тема я постоянно об этом говорю потому что я видео логер мне это удобно я начинаю снимать камеру на широкоугольную камеру 4к 30 я могу из ширика переключиться на обычную камеру потом например там что-то про зумировать потом сказать что ей здорово я вот здесь буду общаться на фронтальную камеру подключить короче 4к 30 кадров в секунду сразу за один раз можно переключаться на все камеры без стопы без паузы так далее это очень удобно и прям мое почтение спасибо большое huawei что это сделали режим видеоблога состоит из набора камер то есть можно одновременно снимать и фронт и фронт и основную камеру и делать это примеру разными сценариями то есть там картинка в картинке или вот так вот и рядышком в режиме еще здесь у нас скрыто значит во первых есть такая штука мультикамера то есть у нас это камера выступает в роли например там фронтальный и плюс мы можем сюда подрубить еще другое устройство но список устройств не не все поддерживают то есть я пробовал примеру через свой еще huawei y 72 сюда же подцепить но к сожалению он вот не поддерживает данную функцию а так прикольная тема знаешь можно подрубить устройство из другого устройства и сюда получить еще и изображение режим вот как раз high res здесь у нас значит фронтально 60 мегапикселей и основная камера 50 мегапикселей но при этом есть еще у нас такой режим как знаешь high res который будет у нас и ой то есть обычно 50 мегапикселей мы вот так вот делаем фоткаем а есть еще и ой который у нас как бы с выдержкой будет ему так вот делаем надо будет подержать и получается типа еще более крутое изображение но такая шина знаете экране телефона вообще не отличишь то есть обычный вот это вот типа обычный high res а вот так вот делаем здесь у нас с и ой но кстати с и ой согласен здесь даже почетче будет вот живой пример я с другой стороны непонятно да то есть нам заявляет 60 мегапикселей фронтальная камера но на основной камере у нас есть отображение до 50 мегапикселей мы это можно как бы видеть переключаемся на фронтал high res и здесь у нас нету выбора то есть это уже типа изначально должно быть как раз в 60 мегапикселях ну давайте зайдем в фотографию не очень удачно но ладно и здесь мы видим изображение режим съемки high res 6720 на 8960 не знаю зачем размер такого изображения вообще нужен но да вот у нас реально в 60 мегапикселей сфот кого был прикольно если бы они здесь еще отображались чтобы ты мог видеть это все можно включить отдельный режим супер макро но это можно не делать и сделали удобно что в режиме фото видео там заходим в ширик и в ширике просто подносим что-то телефон сам понимает и вот включи включен режим супер макро не соответственно фоткайте фоткает от двух сантиметров тоже классная фишка если делаем режим видео и дать попробуем да вот режим макро есть и в режиме видео поэтому вот это круто как в супер мега дорогих айфонах согласен по камерам закрыли вообще все потребности потому что снимает все и вся сразу макро работает автоматически на фото и на видео супер то есть реально по камерам говорю что супер мне очень нравится ну по настройкам здесь более ничего там улыбка аудиоконтроль и соотношение сторон здесь все по классике вообще по поводу стабилизации видео забыл сказать она здесь у нас на базе и и то есть искусственного интеллекта вот знаете это и мои любимые тесты стоит или не стоит перевешивает камера сверху но смотрите второго раза стал если найти баланс поставить можно но довольно сложно ну как видели один раз работала но со мной падает по поводу вот горизонтально стоит не за для кого-то вы реально может это показаться удобным потому что не использовать всевозможные штативы и так далее кое-нибудь поставил и за на полку вот так вот сделал нажал запись или таймер выставил учета с фотку вот это удобно чтобы не искать никакую подставку короче горизонтально стоит без проблем по поводу вертикалки но здесь нужно найти реально баланс вверх ногами наверно будет стоять лучше потому что центр тяжести вот здесь снизу находится как-то так стоит по самому вот телефону по его работе супер потому что здесь снэп стоит не самый крутой но на телефоне можно делать все что угодно то есть и он способен обрабатывать кучу камер сразу автоматически все это класс в игрушки во все поиграть сможете без проблем 778 g 6 на метровый процессор ну как бы вот пожалуйста всего характеристик вы тут видите да пожалуйста так вот красиво что было тест провел давайте вам покажу и я у нас тут антуту набирает 570 тысяч очков в гигбенч шестом сингл скор мульти скор пожалуйста по поводу троттлинга тоже есть у меня здесь не троттлит пожалуйста по поводу вот этого всего ему и 14 мне нравится потому что ну куча всяких значит вот своих фишек реально кайфовая тема понятно что запуска двух приложений одновременно поддерживается здесь вот как картиночка в картиночке можно все это дело переносить открывать еще и так далее куча тоже своих приколюх таких как его так еще увидите в других телефонах что знаешь вот так вот написать у тебя не получится там не знаю скриншот сделать да он тоже понимает что ты пальцем трогаешь но костяшку берешь вот так вот хопа костяшка рисуешь и у тебя телефон понимает что ты типа костяшкой все это дело делаешь но на самом деле да удивительная тема вот не знаю как это работает вообще технологически но клёво что дисплей понимает что ты трогаешь его пальцем либо там костяшкой и так далее потому что удобно тоже иногда так дальше костяшкой два раза стукнул у тебя хопа скриншот примеру до два раза так стукнул у тебя будет запись видео но сейчас я не так четко вот можно включить запись видео экрана по поводу google сервисов ребят потому что тоже это такой наборейший вопрос смотрите знаешь во первых если заходишь в appgallery это магазин продолжение самого huawei здесь можно да не надо мне пока ничего устанавливать заходишь и примеру пишешь там youtube да все ничего делать не надо у тебя youtube прям будет здесь ты нажимаешь установить все и дальше просто падает на у тебя на рабочий стол бац все то же самое касается можно поставить google карты вот сапы и так далее все тоже можно это дело установить по поводу play store да и play store тоже любое проложение с play store тоже можно установить пожалуйста заходишь в google play у тебя google play все это можешь из google play ставить любое проложение игры книжки так далее то что вот google play все все есть так что это все без геморрой на просто делается просто работает по поводу контента игры так далее мне понравилось что он довольно таки легкий он удобно сидит в руке у него стереодинамики и классный дисплей пока у нас телефон игру загружает вот в комплекте ты получаешь huawei супер зарядку 66 ватт кабель комплекте type-a на type-c что у нас телефон 5g не поддерживает только в 4g работает но вот из минусов могу отметить нами usb 20 по поводу игр вообще без проблем это реально удобно у тебя телефон удобно лежит в руке и ты просто кайфуешь вот и дисплей классно ну все на на этом реально вопрос закрыт вот игровые моменты пожалуйста все можно делать вот там там деньжин я уже даже запутался куда бежать то ну так давайте точу пожилом то проведем тест давай пап мобайл вот тоже можно все установить войти свой логин играйте своего аккаунта так что там отсутствие каких-то сервисов вас пугать не должно кстати вот дамы и господа по поводу батарейки тоже постоянно спрашивают илья как держит так далее ребят 4500 миллиампер час вам может хватить даже на полдня то есть если вы вытащите sim-карту отсюда самое главное что сажают батарейку то вас телефон может пролежать неделю если же вы с утра его сняли зарядки не за поехали куда-то там в метро смотрите социальные сети или там в автобусе идите что-то можно поиграть в течение дня то может одну-две фотографии сделали пока там переписывать смс-карта у вас sim-карта стоит работает и к сожалению до телефон садится бывает такое что да даже 4500 миллиампер час у тебя ну хватит реально на полдня тебе нужно в любом случае это портативную зарядку или что-то собой таскать симку вынимаешь будет держать вообще фиг знает сколько изначально папку нас на стандартных настройках запускается в графике высоко и частота кадров высокая давайте поставим меру ультра и максимум дайте вот так вот применим вот по крайней мере насколько я вот чувствую с того поплавнее но не знаю счетчик кадров он на 60 останавливается больше не показывает по мультимедиа классный телефон и вот попробуем записать видео посмотрим как получится сейчас снимает фронтальная камера 4к 30 кадров в секунду и у нас 08 увеличения вот теперь у нас ширик вот столько всего будет ребят влезать на фронтальную камеру и это на самом деле круто что можно так вот смотрите я там на вершине горы потом вот так вот приблизить по поводу самой близкой съемки но вот так вот конечно не фокусируется вот так вот развернуться опять же заснять на основную камеру вот так вот широкоугольную вот так вот взять в руку и на основную камеру что-то наболтать при этом мы сможем на основную камеру увеличить вот так вот и вплоть до это получается шестикратного увеличения идет и обратно вот так вот уйти в шире вернуть и опять на себя вот так вот все сразу за один раз проверяйте надеюсь все моменты обсудили какие возможно еще расскажу по внешке по тонкости вообще как он лежит в руке телефон кайфовый ребят могу советовать из минусов но здесь уже можете сами притащить за уши любым минусом сайте о них в комментариях вот для меня тут наверно единственный минус что юсб 20 окей ну это я просто часто снимаю на телефон влог и потом у меня в 4к 30 даже уже там 20-30 файлов подключая к компьютеру довольно таки долго скидываются но это лично я вот могу притащить за уж такой минус во всем остальном все есть телефоне но тут тоже так же опять притянута за уши цена ну ценник тут тоже смотри когда вы смотрите ребят вот хочу вам сказать спасибо большое что досмотрели видео до конца подписка лайк комментарии пока